Поэтому первая ответственность мужчины – это духовная жизнь, семьи. Если мужчина не выполняет эту ответственность, то это становится первой ответственностью женщины в семье. Самое главное для нее – направить семью к Богу или просто к нравственной жизни, к чистой. Это тоже путь к Богу, но только первые шаги. Поэтому женщина должна прилагать такие силы, и тогда семья не развалится, и тогда муж не начнет кобелиться. Понимаете? И он будет оставаться в семье, его будет тянуть семью. И даже если муж начал уже гулять, вы чувствуете, не знаете, что делать, у него появилась другая девушка. Что это значит? То же самое. Значит, семья шла не той дорогой, не в ту сторону. Результат очевиден, постепенный развал отношений. Что нужно делать? Нужно начать молиться Богу, самой работать над собой, изучать, как правильно жить, слушать лекции и так далее. Постепенно ваше сердце начнет по-другому чище относиться к нему. Этот чистый вкус он почувствует, он рождает совесть у мужчины. Он придет, скажет, я, блин, я хочу бросить эту дуру, что я с ней связался, но не могу. Ничего потом сможет. Постепенно он вернется назад, муж. Вернуть только с помощью духовной силы мужа, потому что это вкус более высокий отношений. И он возвращает людей в семью. У вас нет опыта, поэтому вы не знаете то, что я говорю. Попробуйте этот опыт, вы увидите, как это работает. Семья не будет разрушаться, потому что, если человек ушел близкий от вас, значит, сто процентов причина неправильных отношений, неправильное отношение к жизни в семье. Потому что, когда люди просто балдеют, собрались друг с другом, они разрушают, оскверняют семью. Плохая энергия копится, хорошая заканчивается. Люди балдеют, означает, уменьшается. Хорошая карма увеличивается, плохая. И наступает такой момент, когда нет хорошей кармы в семье, набалделись. И сразу ругань начинается, противно друг с другом жить, половые отношения портятся, появляется несовместимость и так далее. Столько проблем сразу в отношениях возникает. Что делать? Направить в другое русло жизни, семейную. Результат будет совсем другой. Сразу легче жить станет. В семье. Кто из вас попробовал такой способ? Имейте руку. Есть такие? Вы испытали, почувствовали это? Видите, два-три человека всего. Ну, некоторые постеснялись. Ну, я думаю, что больше. Уже многие ходят на лекции достаточно долго. Итак, перекладывать ответственность себя на других – это болезнь. Надо сначала понять, что ответственность. Первая ответственность для мужчины – это работать над собой, целью двигать семью вверх. Вторая ответственность для мужчины – это работа, приносить пользу семье и обществу. Третья ответственность для мужчины – это семья, то есть это отношения с близкими. Первая ответственность для женщины – это вдохновлять мужа и себя заниматься духовной практикой. Вторая ответственность для женщины – это семья. И третья ответственность для женщины – это внешняя деятельность. Я не называю это работой. Это называется, для женщины это называется создание атмосферы любви и счастья в обществе. Я приводил уже пример на лекциях на своих, что вот смотрите, допустим, представьте себе два варианта. Заходишь в город какой-то и там пустота, никого нет, улицы, ну как бы люди просто ходят чужие друг к другу. Люди возле домов тоже люди все чужие. Часто люди не знают соседей своих, и они даже не знают, кто живет рядом, и не здороваются даже. Как вы думаете? Второй вариант. Человек приходит в какую-то деревню, и ему все улыбаются, здороваются. Вы к кому идете? Там, к Марии Петровне. Пойдемте, я вас провожу. Она такая хорошая у нас, Мария Петровна. Мария Петровна, к вам в гости! Классно? Или нет? И вы увидите в этой деревне, и как бы и собаки такие ходят счастливые, и петухи. Там все классно, все поет, цветет, расцветает, жизнь идет полным ходом. Как вы думаете, кто создает такую атмосферу, и ту, и другую? Женщины. Это женщины сидят на улице, когда у них есть такая возможность. Для того, чтобы улыбаться друзьям, общаться со всеми, звать в дом, в гости кого-то. Это женщины, это их долг перед обществом создавать в обществе атмосферу любви. Почему сейчас женщины этим не занимаются? Потому что они приходят с работы язык на плечо, у них нет сил. Так? И мы живем лучше, чем раньше. В чем это лучше-то заключается? Если нет сил, жить. Жить означает любить друг друга. Жить не означает сидеть на большом диване и смотреть, как 24 дурака бегают за одним мячиком. Это не жизнь. Жизнь означает любовь, отношения. Люди перестали отношения строить. Мы не выходим на улицу, не общаемся. Нет любви, значит нет жизни. Домой пришли, один к телевизору, другой на кухню, третий за компьютер. И живут сами там сидят, что это делают. Это не жизнь, это просто пустая трата времени. Настоящая жизнь означает отношения. Так или нет? Вы сравнили вот эту ситуацию, почувствовали, допустим, в горы, ну допустим, вы выходите на улице, вот у вас дом в Риге, допустим, стоит. Вы выходите из дома, и все такие вам улыбаются, радостные такие. На улице женщины какие-то прогуливаются с детьми. И они говорят, ой, как хорошо, что мы тебя встретили, какая радость. Можно поговори с нами чуть-чуть? То есть вам все рады, вас все любят вокруг. Вы ходите, допустим, мужчина приходит домой с работы, он видит, что все вокруг улыбаются ему, целый двор наполнен детьми, женщинами там, собаками, кошками, жучками, репками. Всем. Но мужчины в этом не участвуют, они только как бы чувствуют счастье от этого всего. Они не могут этим заниматься. Представьте, мужчины будут ходить по улице, улыбаться всем там. Ну это нереально, мужчина не может, у него психика по-другому устроена. Это женщины должны делать. И вот это их работа. Это работа для женщины. Создавать атмосферу счастья в обществе. Они должны общаться со всеми, особенно старшей женщиной. Младшая женщина, допустим, пришла. Не меня, не любит. Плачет, допустим. Старшая женщина и успокаивает. Говорит, пойдем со мной. Я тебе сейчас покажу, любит он тебя или нет. Приходит, звонит, говорит. Василий, ты любишь жену или нет? Он смотрит, пришла такая как бы во дворе самая главная женщина. Говорит, конечно, люблю. Ну то есть вся ситуация на шутку сводится и все. Она говорит, вот бери, твоя жена плачет. Чего ты вытворяешь тут в доме? И как бы Василий уже с ней так по-другому начинает вести себя. Чувствует, что как бы не все коту масленица. Понимаете? Ситуация очень легко разрешается. Почему? Потому что есть любовь в отношениях и есть жизнь. Жизнью общество наполняют женщины. Мужчины общество наполняют силой, идеями, наполняют достатком. Но жизнью общество наполняют женщины. Сейчас что произошло? Неправильное понимание жизни вырвало женщин из общества. Они стали работать. То есть они перестали выполнять свои функции. В результате общество начало разрушаться. Но стало пустым. Я в Лос-Анджелесе приехал лекции читать. Люди даже по улице не ходят. Все ездят на машинах. По улице даже не ходят. Они говорят, мы бы здоровались друг с другом, если было бы где. Представляете? Это что за жизнь такая? Никого не видишь. Кроме работы и дома никого. Поэтому депрессия у всех. Дома уже на всех насмотрелся, на работе тоже. Все. Жизни нет. Человек в замкнутом пространстве находится. Поэтому общение начинается в интернет. А в интернет это не общение, это фантазии. Человек на себя наплетет там три короба о себе. И люди думают, что он такой. Настоящий. Как можно понять, какой человек, когда его видишь перед собой? Поэтому мы теряем себя. Такая жизнь разрушает. Почему нет знания? Женщины не знают, как себя вести. Надо выходить на улицу, здороваться, соседям пирожки печь приносить. Это жизнь женщины. Пришла с работы, напекла пирожки. Себе часть, часть соседям раздала. Вам пирожку всем позвонила. Это вам пирожок. Они говорят, а почему? Что, сегодня праздник, что ли? Нет. Не захотелось вам пирожок спечь просто. Сегодня. Этого достаточно, чтобы потом несколько месяцев вас соседи любили. Они, когда будут вас видеть, они будут, пирожок принесла. Ведь так просто сделать жизнь счастливую. Просто один пирожок спекла, всем соседям раздала. И все. Раз в месяц. Месяц целые хорошие отношения с соседями. Что, сложно это сделать? Надо быть женщиной. Женщина означает создавать атмосферу любви. Женщина в этом должна быть очень искусна. Она должна силу в этом иметь. Мы когда на такси ездим, у меня жена всегда таксисту дает какую-то освещенную пищу кусочек. И меня я потею, когда это вижу, потому что иногда она пол пирожка отрывает. Дает пол пирожка. Потому что пол пирожка себе надо взять, освещенной пищей все-таки. Тоже чуть-то надо оставить. А водителю же надо все равно дать. И пол пирожка. И я такой, я говорю, не надо. Не надо это давать. Неудобно. Она говорит, все удобно. Как неудобно? И водителю пол пирожка. Знаете, что происходит? Он берет, смотрит пол пирожка. И как бы такой в рот сует такое. Что это? Что это? Что это? Он раньше, чем спрашивает, уже ест. Такая сила, то есть от нее исходит, что он ест раньше, чем он даже узнает, что это такое. Даже не успеет сообразить, что это такое. Настолько она сильно вот к нему как бы настроена, чтобы он съел этот пирожок. Так женщины должны действовать. От женщин, от всех такая сила исходит. Удивительная сила любви. Ее надо применять в жизни. В этом долг женщины заключается, а не в том, чтобы ходить на работу и пилить начальника. Понимаете? Потому что сила неправильно может использоваться. Итак, стараться переложить ответственность себя на других – это болезнь. И эта болезнь сейчас в обществе процветает. Мы, во-первых, не знаем, в чем наша ответственность заключается. В этом самая главная проблема. В тяжелой ситуации совершать легкомысленные действия – это болезнь. Например, «Заболела раком». «Ничего страшного, буду желать всем счастья, все пройдет». Это болезнь. Есть три типа болезней. Одни человек может вылечить сам, вторые он должен лечить с помощью врача, а третий можно вылечить только с помощью святых людей. Ну, непреодолимая карма. Но всегда надо сначала самому пытаться лечить. Не помогает дальше с помощью врачей. Не помогает с помощью этих, с помощью других искать себе врача. И потом, если ничего не помогает, молиться уже с помощью святых людей, с помощью использовать изображение святых, ездить святым людям куда-то, просить помощь. Если человек все эти три варианта не использует – это легкомыслие. Это значит, что человек неправильно настроен. Или, допустим, ребенок отравился. Ну, ничего, завтра пройдет. Это легкомыслие. Отравился – надо немедленно лечить, надо рвоту вызвать там, надо воды ему дать больше пить. Что-то делать надо – активированный уголь пить. Понимаете, если человек ничего не предпринимает в таких ситуациях – это легкомыслие. Это означает, что он не понимает, что происходит. Часто так люди теряют друг друга. Я много примеров знаю. Я знаю случаи, когда молодые люди у тела оставляют, умирают. Почему? Потому что все остальные легкомысленно отнеслись к ним. Один врач. У человека тяжелейшее давление, тяжелейшая гипертония. И из-за этого давления у него живот заболел. Ну, атипичная форма проявления гипертонии. Такую не часто встречают. И он думал, у него отравление. Взял ему солевой раствор, дал, а соль еще больше давления повышает. У него инсульт, он умер за несколько минут. Молодой парень. Почему так произошло? Потому что легкомысленный поступок. Надо серьезнее относиться ко всему, что происходит вокруг. Надо быть внимательным. Напившись доппина, разнузданно распевать песни. Это болезнь. Напившись доппина, это уже болезнь. Ясно, что там будешь распевать песни. Если ты напился, то ты не знаешь, что там будешь делать. Некоторые песни распевают, некоторые под столами ползают, рыгают. Люди не соображают, что делают. Все. Почему человек пьет бесконтрольно, как вы думаете? В чем причина? Почему человек пьет до... Не буду говорить до чего. В чем причина? А? Ну почему он уходит от реальности? Не хватает любви. Тем больше пьешь, тем больше хочешь. О, реализованный опыт. Ну, значит, с прошлой жизни реализовали. Знаете, почему человек пьет доппина? Потому что он пьет. Потому что спиртное забирает разум у человека. Даже в маленьких дозах. Если человек чуть-чуть выпил, у него чуть-чуть меньше разума стало. Если у него... Он уже выпил с тем разумом, который у него был, и у него стало меньше. То как ему теперь еще не выпить, если у него еще меньше стало, чем было? Он уже выпил с тем количеством разума, который у него был. Теперь стало еще меньше. Как ему теперь еще не выпить, скажите? Он еще выпьет обязательно. Может быть, не сразу, но обязательно. Почему? Потому что если человек начал усталость свою убирать с помощью спиртного, то наступит такой момент, когда эта усталость настолько сильной станет, что ему придется войти в запой. Потому что, когда человек просто небольшую усталость убирает с помощью небольшого количества спиртного, это означает, что наступит время, а это время обязательно в жизни наступает, когда приходит большая усталость. И когда большая усталость приходит, маленьким количеством спиртного не снимешь с себя напряжение. Надо пить много. И поэтому человек напивается и не на один день. Поэтому, если человек начал просто убирать усталость с помощью легких спиртных напитков, то придет время, и он станет алкоголиком. Это неизбежно. Потому что, а как ему, вот как, допустим, человек, как человеку убрать тяжелую усталость? Вот, допустим, наступило время, и человеку стало очень тяжело жить. Что делать? Как вы думаете? Делать то же самое, что он уже делал, только гораздо больше. Допустим, человек снимал небольшую усталость каждый день с помощью, допустим, гимнастики. Наступила большая усталость, он поехал куда-то в дом отдыха и сделал себе вот такое время, когда он начал спортом лучше заниматься и снял усталость. Если человек обливанием снимает усталость, у него наступила большая усталость, он в прорубь залез. Понимаете, то есть человек будет делать то же самое, что он делал раньше. Так работает психика, человек ищет отдых в том, что он уже делает. Если человек с сексом снимает все напряжение, большая усталость пришла, значит ему надо много секса, значит он должен найти любовницу. Все, это неизбежно. Как человек снимает все напряжение, так он будет дальше снимать. Это закон. Нет способа избавиться от этого. Так работает психика. Ничего с ней не сделаешь. Ты привык вот так делать, тебя заставит психика так же делать. Потому что когда становится очень плохо, человек не размышляет. У него нет способа уже возможности выработать новую привычку, как снимать усталость. Он пользуется тем, что уже есть. Потому что выхода от другого нет. Надо снимать напряжение, иначе совсем плохо станет. Как вы думаете, если у человека большая усталость, тяжелая, длительная, он не снимает ее, что происходит? Ломается психика. Знаете, что это значит, ломается психика? Наступает стресс. Человек в этом стрессе может долго находиться, несколько лет. С этой точки зрения выпить лучше, чем войти в стресс. Но лучше научиться правильно выходить из усталости. Самый правильный выход из усталости – это правильные есть действия специальные для этого. Я вам их перечислил. Вставать всегда, когда тебе плохо, вставать под душ. Снимать напряжение с помощью воды. Вода очень сильно очищает человека. Следующий метод – это погружение в духовную жизнь. Устал – найди в себе силы чуть-чуть. Начать заниматься духовной практикой. Почитая жизни святых, контакт со святым человеком сразу орошает. Тебе легче становится сразу, тебе хорошо становится, ты чувствуешь счастье. Общение с возвышенными людьми. Можно лекции духовные слушать. Это снимает усталость очень сильно. Это очень ценно. Знать, как отдыхать – это очень ценно. Вот вы пришли, допустим, что делать на эту лекцию? Вы пришли отдыхать. И это очень хорошо. Я тоже пришел сюда отдыхать. Я испытываю огромное счастье с вами. Представьте, вы испытываете счастье, вы пришли знать, что-то испытываете. Но я испытываю в 350 раз больше. Потому что вас больше, чем меня. Поэтому я тоже отдыхаю. Мы с вами отдыхаем. Этот обмен очень ценный. Он дает много счастья. Поэтому, напившись, разнузно на себя вести – это болезнь. Но эта болезнь начинается с того, что человек не знает, как отдыхать. В этом проблема. Нет культуры отдыха – мы не знаем, как снимать с себя напряжение. Сейчас даже появилось такое понятие – культурное выпивание. Я культурно пьющий. Что значит культурно пьющий? Я культурно избивающий. Можно сказать – культурно избивающий? Или я культурно занимающийся развратом? Или я культурно убивающий кого-то? Можно или нет так сказать? Нет. Потому что само понятие «пить» означает большой грех. Само понятие «пить». Сколько бы человек не пил – не имеет значения. Как только человек начинает это делать – это все. Это означает, что он уже как бы себе делает очень плохо в жизни. Но я сейчас говорю религационные вещи, потому что все общество, все во всем мире считает, что это не так. Я выступаю против целого огромного как бы миллиардов людей. Ну, потому что так считают священные писания. Они говорят, что даже немного пить – это уже опасно для судьбы. Не говоря уж о том, что пить много. Поэтому надо принять, начать размышлять на эти темы. Почему? Потому что люди пьют только по одной причине. Они хотят снять с себя напряжение. Чтобы больше было счастья. Но эта энергия счастья должна вырабатываться не искусственным образом, а естественным. А вы пробовали отдыхать с любовью без спиртного? Поднимите руку. Кто пробовал? О, очень хороший процент. Ну и скажите, ведь правда же, что это намного приятнее? Ведь когда люди выпивают, они теряют друг друга. Они как бы радуются. Они каждый живут в своей тарелке. То есть они каждый все песни поют, радуются, но каждый для себя. Каждый на своей волне что-то находится там, что-то. У них нет глубокого контакта. То есть они просто как бы создают такую атмосферу, в которой вроде бы есть много счастья. Но если посмотреть, обмена нет. Люди друг с другом ничем не обмениваются. Потому что психика нетрезвая. Люди даже не помнят, с кем они были в это время. Не то, что там обмениваться. С кем обменивался, не помню. То ли с женой, то ли с другой теткой какой-то. Ну с кем ты обменивался? Люди ничего не помнят. Это означает, нет глубины, все очень поверхностно. Но если человек не пьет, и он создает атмосферу любви. Не то, что там не пьют, сидят, не знают, что делать. Значит, не могут создавать атмосферу любви, надо учиться. Но когда она создана, эта атмосфера любви, очень много глубины, очень много счастья в отношениях. Потому что так и должно быть. Мы забыли об этом просто. Пьянство стало у нас традицией, глубокой традицией. Традиция, которая заложена уже в глубине нашей культуры. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей. Выпьем с горя, где же игрушка? Сердцу будет веселей. Это не просто человек написал. Это человек, который является очень большим звеном в нашей русскоязычной культуре. И он об этом пишет. Потому что это влезло в культуру уже давно. «Давай закурим, товарищ, по одной. Давай закурим, товарищ мой». Вот. Смотрите, как очень возвышенно звучит. Потому что курение означает «товарищ». Понимаете? То есть это вид общения такого очень близкого курения получается. То же самое. Это означает, что мы что-то потеряли уже в жизни. То есть мы не понимаем, как правильно. Ценности нет глубокой в отношениях. Навлекать беду, нарушая заповеди религии – это болезнь. Но для того, чтобы не нарушать заповеди религии, надо их изучать. Многие люди не знают этих заповедей вообще. Мы не знаем часто. Мы не знаем, что навлекать беду – это означает. Что значит навлекать беду? Как вы думаете, что такое удача? Что такое удача? Почему удача в жизни приходит? «Поверь в мечту! Поверь в мечту! Поверь в мечту! Скорей!» Почему человеку получается в жизни всё? Удача откуда приходит? Знаете, что такое голос совести или интуиция? Это голос Бога в сердце. И голос Бога может звучать голос Бога, а может голос наших желаний звучать. Когда голос желаний звучит, человек всегда попадает в переделки, его куда-то затягивает. Когда голос Бога в сердце звучит, то в результате этого голоса Бога у него всё получается. Он знает, куда надо идти, он знает, кого надо замуж брать, куда на работу устраиваться, где находится счастливая судьба. Такой человек знает. Почему? Потому что у него достаточно добрых дел было совершено в жизни, чтобы Бог участвовал в его судьбе. Мы с вами в начале лекции говорили, есть два типа жить. Один тип жизни – это когда карма за тебя живёт и заставляет тебя жить. А второй тип – когда Бог участвует в жизни. Это разные вещи. Удача означает Бог участвует в жизни. Спасение. Человек попал в ситуацию, в которой его спасло. Недавно один мой сотрудник на работе ехал на машине. Ну, всегда это любой человек может случиться с любым человеком. Был ливень, сильный ливень. И он чуть-чуть выше на скорости ехал, чем положено во время этого ливня. И его машина просто вот так, как по маслу, начала скользить на повороте. Так и пошла в сторону. На всей скорости ехал КАМАЗ. Ну, большая машина. Очень большая машина ехала на всей скорости. И в лоб ударилась в эту машину. На всей скорости. Лобовой удар. В результате перед, весь перед у машины оторвало. И отбросило на три метра в сторону. После этого остатки машины полетели на встречную полосу. Назад. И в эту машину еще ударилось на полной скорости еще две машины. Как вы думаете, что произошло с водителем? То место, где сидел водитель, осталось целым. Водитель чуть-чуть отбил себе в бок. Неделю полежал дома. И пошел на работу к нам назад. Милиция, когда приехала, машина разлетелась на три части. Сколько трупов? Сколько трупов? Нет трупов. Водитель встал, машину в утиль сдали сразу. То есть сюда же не подлежит восстановление ни одна часть. Все полностью уничтожено. Место, где сидит водитель целое. Ни одно повреждение, все, как будто там ничего. И этот человек, он учился у меня. Когда он учился у меня, он постоянно проводил службы религиозные. То есть он как священник был и постоянно поклонялся Богу во время всех мероприятий религиозных. Но очень близко к Богу был. Я начал медитировать и увидел, как Господь прямо вот это место защитил сам. То есть он служил Богу. Удача в результате пришла в его жизнь. Милиционеры, когда приехали на это место, они сказали, ни разу в жизни они такого не видели. Никогда не было такого у них. Такие аварии всегда заканчиваются только смертью. У них бывает никаких вариантов, чтобы кто-то выжил. Но чтобы человек вообще невредимым остался, ни одного перелома. Ничего нет. Просто целое невредимое тело абсолютно. И была другая авария на другой дороге. И видно, там неэффективные такие как бы фотографии были. И взяли вот эту аварию, фотографию этой аварии и поместили как бы в интернет. Милиция поместила в интернет под названием вот произошла авария. Авария погибло 5 человек. Там действительно погибло 5 человек. Ну как бы все так. Чуть-чуть задели там. Чуть-чуть там. Раз, раз. И погибло 5 человек. Вот. Произошла авария. Небольшая. Погибло 5 человек. Ну как людям показать, что погибло 5 человек. Они поставили эту фотографию. Вот эту вот раздолбанную машину. Там камаз развернуло. Вот так. Полностью, представляете? На 90 градусов камаз развернуло. Там пол машины. Там лежит. Пол там, пол там. И вот произошла авария, погибло пять человек. Поставили в интернет вот фотографию, на которой вообще никто не погиб. На этой аварии никто не погиб. Все вот эти люди, которые в аварии участвовали, отделались небольшими такими, ну, те пострадали. В Камазе один в больницу поехал, там, там, все пострадали по чуть-чуть, никто не погиб, чуть-чуть там какие-то небольшие проблемы, кто-то ударился там, там, туда-сё, никто не погиб. Вот, тот, кого долбали, вообще ничего с ним. Понимаете, это называется удача. Это бывает только с Богом связано. Удача никогда не бывает просто так. Это означает, человек с Богом имеет отношение, и результат этих отношений – удача. Понятно, что такое удача?